Добрый день! Вас приветствует компания Adore. Меня зовут Фёдор. И сегодня я вам расскажу о новом контроллере для привода Крока. Внешне он ничем не отличается от стандартного контроллера, той же чёрной коробочки. Отличается лишь функционалом, о котором я сейчас вам расскажу на нашем стенде. Итак, мы находимся внутри испытательного стенда. И сейчас я вам продемонстрирую возможности нашего нового контроллера. Прежде всего контроллер будет интересен тем клиентам, которые хотят от привода Крока добиться максимальной ширины открытия. Демонстрирую. Итак, как мы видим, дверь начала движение с обычной скоростью. И, не доходя примерно 5-6 см, снизила скорость, а затем открыла дверь на максимально возможную ширину. Показываю ещё раз. Итак, дверь закрывается. А теперь мы её открываем. И так вот, дверь открылась на максимальную ширину. Также данный контроллер предотвращает закрытие двери в колнистой местности. Предположим, мы сейчас находимся с вами под наклоном. И дверь начинает закрываться. Всё. Вот видите, дверь дошла. А дальше контроллер не даёт и возвращает дверь в исходное положение. Но, тем не менее, возможность закрытия двери вручную имеется. Для этого мы нажимаем на кнопку управления и ждём одиночного сигнала. Всё. Пробуем. Как видите, дверь теперь закрывается вручном режиме. Ну, почти до конца вышла. Для возврата в исходное положение достаточно просто закрыть дверь. И контроллер приходит на изначальные свои настройки. Всё. Вот всё, что я хотел вам продемонстрировать. Спасибо за внимание. И в заключение хочется отметить, что данный контроллер не предполагает собой регулировку ширины открытия двери. Поэтому, если вы в своей работе не планируете использовать открытие двери на всю ширину, то вам лучше приобретать привода с высшим стандартным контроллером. На сегодня у меня всё. Спасибо за внимание. Пока-пока.